Surprise, motherfucker! Амбра, видимо, так. Спасибо Серёже из Германии, Серёже Пруэт, что создал такой микро-хайп у нас в дружине по поводу данного парфюма. Сергей его первый прикупил себе, находясь, опять же, в Германии, но на мейкапе выложили их в продажу. Вся дружина, извините за тавтологию, дружно скупила все запасы. Махом двух суток не прошло, мы всё скупили, и всё, больше нет. Аромат редкий. Почему редкий? Потому что это такая вот лимитка, суперредкая лимитка, то есть не всемирная лимитка, а именно, мне кажется, это ближневосточная. Кто вот знает, у кого больше сведений, меня поправьте. Ближневосточная, и она такая полунишевая, очень-очень вот в маленьком количестве, если взять обычную лимитку, как, ну, не знаю, там, Armani Aqua Dijon, к примеру, вот лимитка выходила на парфюм Aqua Dijon Absolute, по-моему, Инстинкт, да, если не ошибаюсь. Но она выходила, она продавалась везде. Здесь же, в России её и не было, поэтому из ЕС заказывал, и почему-то мне верится, что такие вот люксы, они вдвойне интересны. Опять же, к слову о споре, что лучше люкс и ниша, всё это действительно маркетинг, я считаю, и очень-очень большие надежды возлагаю на данный аромат. Давайте же его распечатаем. Вот он, сладкий миг. Говорил я уже, что я его не пробовал. Ну, вот говорю. Где бы я его попробовал? 2018 год. Заучивал я имя парфюмера, но уже забыл. Не такой известный парфюмер и не так просто его имя произнести, но вы можете на фрагрантике поискать. Там всё это указано. Красивая золотая коробочка. И красивенная бутылочка. Вы посмотрите, амбровый, да, какой цвет великолепный. Крышечка, кстати, вот очень легко так ходит. Она не магнитная, если кого интересует. Также, кто смотрит давно мой канал, вы в курсе, что у меня есть версия Эйфория Интенс. И я её очень хорошо помню. Я миллилитров 20 точно относил. Я её очень люблю. Обзор на канале смотрите. И давайте же нанесём. Раз холостой пшик, два холостой пшик, три тоже, четыре пошло, пять. О, вот так вот. Мёд там, я слышал, да, там есть мёд. Ну, вот мне уже нравится спиропшик, ребят. Ну, вот хоть убейте. Нравится и всё. Хотя я не фанат Кельвина Кляйна. У меня всего лишь два аромата. Вот это Эйфория Интенс и мужской Кельвин Кляйн The Truth. Они клёвые оба, но это не заставило меня приобретать кучу ароматов от Кельвин Кляйн. Хотя я думаю, что в будущем из всякой старенькой классики The One, The Contradiction там ещё я приобрету. Кстати, хочу отметить, что Euphoria Amber Gold существует в мужской и женской версии. Как и сама Euphoria есть женская, изначально есть мужская, так и Amber Gold тоже, понимаете. Прекрасно. Мёд, ребята, чувствуете, действительно, мёд. И там всякие специи, типа шалфей, не шалфей, шафран, не шафран, не помню. Деревяшки. Мне пахнет мёдом. Действительно, амбровость какая-то есть. И действительно, какая-то вот золотистая. Хотя здесь больше медное оформление. Видите, тут вот рыжеватое такое золото. Градиентик суперский такой. Класс. Вообще радует. Красотень пахнет не по-люксу. По-люксу, совершенно. Качество вот такое. Особенно, если учесть, что я всякие жёсткие ниши разнашивал немножко до этого. И, блин, я предпочту вот Кельвина Кляйна обычного. Как хотите. Но не простого, а именно лимитка в квадрате. Я думаю, что уже распродан весь именно сток, который выходил вот в продажу регулярный, если он стоял где-то в магазинах. И теперь можно найти данный парфюм лишь во всяких таких полусерых магазинах типа Makeup. Может быть, Nanotino. и цитрусовая какая-то свежесть. То есть, он свежий такой аплифтинг, что называется. И восточный, и густой, но не давящий. Очень красиво. Амбровость действительно такая фантазийная. Понятно, что здесь нет натуральной амбры, откуда бы она взялась. Но не попослепательный. Абсолютно сладость умеренная. Вот именно не больше, не меньше. И я бы сказал, что данный аромат подошел бы и девочкам прекрасно. Я не знаю, как там пахнет женская версия, но для нашего времени девочкам прекрасно бы зашел. Некая такая пыльность чувствуется, почулик немножечко. Древесность где-то на заднем плане. В основном он мягкий, обволакивающий, теплый. Для осени, я думаю, прям будет супер. Я безумно доволен, что я его купил. Я безумно доволен, что он меня не разочаровал. Интуиция меня не подвела в очередной раз. Как я себе представлял, так он и пахнет. К слову, если сравнивать с оригинальной, ну, не оригинальной, вот у меня интенсивная, да, Euphoria Intense, то вообще ничего похожего нет. Ну, я и особо не удивлен. Почему-то я ждал именно отступления, какого-то хорошего шага в сторону от эйфории такой массовой, которая продается в магазинах. Ребят, я в эйфории. Я прям рекомендую горячо. Я уверен, что он не развалится к базе, что он будет достаточно стойким и шлейфовым. Может быть, не монстр, да, но для меня это и к лучшему сейчас, чтобы не душил и плитой тебя не придавливал к земле. рекомендации самые-самые мои искренние. Ничего больше сказать не могу, ну, блин, нравится, нравится. Ребятки, оцените как-нибудь данный ролик, надеюсь, он был вам полезен и до новых скорых встреч. Пока. Супер хай! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова